Кнут не учился и не воевал, а торговал у отца в бокалейной лавке в Кишиневе. Ладинский был белым офицером, Поплавский жил с семьей. Набоков выехал с родителями, издав в Петербурге в 1917 году сборник юношеских стихов. В Смоленске был эвакуирован с юга России. Злобин, прожив с Мережковскими всю революцию, приехал с ними в Париж. И я сама явилась на свет женой Ходосевича, напечатав одно стихотворение в петербургском сборнике «Ушкуйники» в феврале 1922 года. Я не знала, был ли кто-нибудь из них, кроме меня, когда-либо в Москве. Возможно, что был. Но в Петербурге ни Кнут, ни Смоленске не были. Бывал ли там Ладинский, я не знаю. Читал ли Кнут когда-либо Ломоносова или Вячеслава Иванова, Веселовского или Формалистов? Не думаю. Смоленский, наверное, их не читал. Смутно знал эти имена. Ладинский принялся за книги и французский язык уже в 30-х годах, когда перешел от работы маляра к работе рассыльного. Кнут в это время читал, что мог, большей частью случайные книги. Смоленский почти ничего не читал, считая, что это только может повредить его своеобразию. А своеобразие-то у него было меньше, чем у других. Мы как-то говорили с ним о Тютчеве, но он не хотел его знать, боясь, что Тютчев может нарушить его цельность и не окажется сил бороться против него. Поплавский, вероятно, читал больше других – дадаистов, верлена, сюрреалистов, апполинера, жида. Злобин в атмосфере дома Мережковских знал то, что так или иначе имело отношение к этой атмосфере. Союз молодых поэтов помещался на улице Донфер-Рош-Ро, номер 79. В 20-х годах там читали стихи не только мы, но и Ходосевич, и Цветаева. Там были чтения Ремезова, Зайцева, Шестого и других. Кнут был инициатором журнала «Куда он и я вошли редакторами», но уже после первого номера, 1926 год, новый дом оказался нам не под силу. Мережковские, которых мы позвали туда, был позван, конечно, и Бунин, сейчас же задавили нас с введением литературных и политических счетов с Ремезовым и Цветаевой. И журнал очень скоро перешел в их руки под новым названием «Новый корабль». С Кнутом семь лет меня связывала тесная дружба. Многое в его стихах говорит об этих отношениях. Перечислю эти стихи. Два глаза, два окна, прочь с дикой жизнью своей. Ты вновь со мной, и не было разлуки. Нужны были годы. По твоим виновато-веселым глазам Мы много бывали вместе, иногда втроем с Ходосевичем. Кнут был небольшого роста, с большим носом, грустными, но живыми глазами. В двадцатых годах он держал дешевый ресторан в латинском квартале, где его сестры и младший брат подавали. До этого он служил на сахарном заводе, а позже занимался ручной раскраской материи, что было в то время модным. И однажды подарил мне кусок оранжевого шелка на платье, раскрашенного синими цветами. Такой же кусок шелка подарил он и Сарочке, своей милой и тихой жене. Так что мы с Сарочкой были иногда одинаково одеты. Он вырос в лавке отца. И хотя с самого первого дня и старшие, и младшие стали дорожить им и верить в него, он никогда по-настоящему не верил в себя. Проблема была та же, что и у Поплавского — русский язык. Сначала была в нем дерзость. Ходосевич говорил ему. Так по-русски не говорят. Где не говорят? В Москве. А в Кишиневе говорят. Но очень скоро он понял, что в Кишиневе говорят по-русски не слишком хорошо. И в нем появилась меланхолия. Стихи его потеряли мужественное своеобразие и стали расплывчатые и однообразные. И вся фигура его приобрела образ постоянной печали. У него родился сын. Потом его личная жизнь осложнилась. Он ушел от Сарочки и поселился с новой своей подругой. В этот период жизни я однажды пришла к нему вечером. И она не оставила нас вдвоем. Так что вместо того, чтобы читать друг другу стихи, мы должны были вести пустяшный разговор, который все время обрывался. Когда я уходила, он пошел меня провожать до метро. Я на лестнице начала уговаривать его вернуться. Но он настоял, и мы вышли на улицу. Помню наш разговор. Лучше вернуться. Почему? Потому что ее вы будете иметь около себя недолго, а меня всю жизнь. Он усмехнулся, но довел меня до метро и у остановки под фонарем прочел свое последнее стихотворение. Что-то было утеряно им за последний год. Какая-то свежесть и сила. И мне стало тревожно за него. А вдруг из него ничего не выйдет? Продолжение следует...